Инспектор ДПС лейтенант полиции Смолин. Профилактическое мероприятие у нас проходит. Карелия за трезвое вождение. Как себя чувствуете? Обычные вопросы инспектора, стандартная проверка документов и внимательный взгляд на водителя. Если его вид вызывает сомнения, предлагают медицинское освидетельствование. Проверка автомобилей сплошная, останавливают практически всех. При сплошных проверках сотрудники госавтоинспекции проверяют 100% транспортных средств, которые проезжают на данном участке дороги. Поэтому проехать водителю, который управляет состоянием опьянения, в данный момент на данном участке возможности нет. Рейды выставляют на оживленных участках дорог. Проверки проводят в любое время суток, выходных и праздничных дней. Цель – профилактика. По статистике, именно в праздничные дни увеличивается число нетрезвых нарушителей, а вместе с тем возрастает опасность совершения ДТП. Так чудом обошлось без жертв накануне вечером на Ключевой в Петрозаводске. Нетрезвый водитель разъезжал на автомобиле по району. По словам очевидцев, он едва не сбил подростков. Нарушитель резко разгонялся и тормозил. Задержать его удалось благодаря жителям домов на улице Антонова. Инспекторы составили протокол. Оказалось, мужчина 93-го года рождения уже был лишен прав за нетрезвое вождение. По словам госавтоинспекторов, сесть за руль транспортного средства под градусом позволяют себе водители независимо от пола и стажа управления. Портрета водителя, который управляет в состоянии опьянения, как такого нету, поскольку это могут быть и женщины, это и мужчины, и водители, у которых стаж управления совсем невелик, и водители, которые уже имеют более 20 лет. По данным ГИБДД, в этом году на карельских дорогах в девяти дорожных авариях, совершенных нетрезвыми водителями, пострадали 9 человек. Один участник движения погиб. Наталья Кузьмина, Светлана Воробьева, Владислав Петров, Служба новостей.